Ночь, атмосфера праздника и долгожданные фильмы в жанре короткометражек. В этом году есть чем удивить четинцев и гостей города. Уже традиционно на конкурс короткометражного кино Оргкомитет Забайкальского кинофестиваля получает сотни заявок. Не стал исключением и этот фестиваль, девятый по счету. И сравнить его можно разве что с шестым. Тогда желание попасть на экран выразили около 300 номинантов. Окончательный список лучших зарубежных российских, ну и конечно же забайкальских фильмов в формате короткого метра известен. Организаторы признаются, выбирать было непросто. То количество, например, короткометражных фильмов, и в том числе фильмы Читинских и забайкальских режиссеров, их было очень много. У нас работала отдельная отборочная комиссия, как раз на международном конкурсе короткого метра. И в целом я могу сказать, что уровень забайкальских авторов, он растет, даже если это не профессионал, даже если это, например, какие-то детские студии. Все равно я вижу действительно рост и профессиональный, и технический, что очень важно. То есть это то, что делает вот эти вот фильмы конкурентоспособными. Зрителей собралось настолько много, что посмотреть кинокартины «Сидя» получилось только у тех, кто пришел заранее. Однако это не помешало даже стоя наблюдать и оценивать творчество 13 авторов из разных уголков мира. Ну вот тоже столько лет не ходили, но нынче уже решили, что надо сходить, потому что весна, погода позволяет. Нет, это потом два года же не было. Да, и два года не было такой возможности вообще. Действительно, большинство режиссеров, заявивших свои фильмы, молодые. Кто-то только начинает свой путь в кино, а кто-то уже имеет стаж в съемке короткометражных лент. Количество и качество присылаемых фильмов навело комитет фестиваля на мысль, что очень много достойного кино оказывается, образно говоря, за бортом. Это настолько нас поразило, что мы уже начали подумывать о том, чтобы, может быть, несколько расширить этот формат и добавить еще показов в следующие годы. Зрителям показали короткометражки, вошедшие в шорт-лист. Явь, эксперт, мир и я, без неба, 2 big drown, изнанка, row number 79, her seat, пачка, победитель, тюльпаны, телефонное детство, яблоня и я не знаю букву 2. Сейчас у нас практически ничего не идет в кинотеатрах, и мы очень сожалеем об этом, потому что мы большие киноманы, и когда мы узнали, что на улице, а мы очень любим просмотры именно на улице, узнали, что будет проходить водора Ночь короткого метра, мы сразу же приготовили пледы, взяли пиццы, напитки, пришли, и с таким удовольствием сейчас смотрим, наслаждаемся этим прекрасным вечером. В завершении Ночи короткого метра по решению экспертной комиссии победительницы конкурса короткометражек, сделанных в Забайкалье, признана картина «Я не знаю букву 2» режиссера Олеси Карипановой, которая когда-то жила в Чите. Фильм рассказывает о взрослом человеке, который оказывается совершенно неприспособленным к самостоятельной жизни. В 20 лет Петр Косихин не знает алфавита, а элементарные детские задачки с сидящими на ветке птичками кажутся ему непостижимыми. Однако главный герой не дурак, просто однажды попал в психинтернат. Петру поставили диагноз «необучаемый», но вопреки всему, диагнозу человеческой предвзятости и некомпетентности, повзрослевший Петр отправляется учиться в первый класс. И пока над ним смеются, он обретает знания. И это у него получается. Ну а как именно, можно узнать, посмотрев короткометражку полностью. Григорий Анипер, Евгений Нафигов, Максим Лобачев, РТК «Забайкалье». Субтитры создавал DimaTorzok